Смотрели порно и слушали матерные песни шестиклассники 25-й школы на онлайн-уроке. Почему родители против дистанционного обучения и на каких условиях школьники будут учиться в третьей четверти? В сюжете Людмилы Батюшкиной. Отец твоих детей и общественник Сергей Федоренко вообще против дистанционки. Он провел опрос карагандинских родителей и подавляющее большинство с ним согласно. Родители уже видят плачевные последствия обучения по интернету, особенно у старшеклассников. Если младшим школьникам родители с трудом, но помогают усвоить программу, то в средней и старшей школе знаний нет. Учителя вакцинированы, дети сильно не болеют, знания нужны. Только благодаря репетиторам и онлайн все еще держится все это. Но я думаю, это ненормально, потому что деньги кончаются, репетиторы на всех не хватает. Это будут дети, даже если он гением вырастет в отдельной семье, придется жить с теми, кто далеко не гений. Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса выдала рекомендации. Это очное обучение в детсадах, по заявлениям родителей, в малокомплектных школах и в младших классах остальных школ. Если в школе более 600 учеников, то одномоментно в ней должно быть не более половины учеников. Разрешили занятия в ней школы, но только индивидуальные или в группах до 15 человек. А студентам лекции предстоят в режиме онлайн, а лабораторные и практические занятия в аудиториях. То есть дети с 24 января возвращаются в школы, но с ограничениями. Младшие школьники самостоятельно не умеют пользоваться гаджетами, поэтому им разрешили заниматься оффлайн полным составом. Если школа рассчитана на 1200 мест, то в первой смене 600 детей, во второй смене 600 детей. Какие классы в какую смену будут учиться на усмотрение школ. Разрешено также делать дополнительные смены. Некоторые предметы будут проходить онлайн, чтобы все дети смогли учиться в традиционном формате. Если родители сами не хотят пускать детей в школу, то педагогам рекомендуют собирать таких детей из параллельных классов и учить в онлайн. Студенты до 24 января еще на каникулах. Случай с порно-роликом во время урока в Зуме в управлении образования объяснили тем, что дети сами подключили стороннего пользователя. По словам родителей, учитель не услышала жалоб, так как у нее был отключен звук. Родители требуют отменить дистанционку, чтобы такие случаи не происходили.